приветствую всех любителей рукоделия сегодня вашему вниманию я хочу представить свое новое изделие джемпер одуванчик центральный узор на данном джемпере и дал название всему этому изделия изделие получилось очень легкая нежная с изюминкой все так как я люблю а теперь непосредственно поговорим с вами о джемпере этот джемпер как он задумывался как я его вязала не буду вам сегодня говорить о размерах я думаю что в этом наверное нет смысла но если кого-то заинтересует подобной информации я с удовольствием вам на нее отвечу очень уже давно у меня была в мыслях идея связать себе изделие чтобы по центру был вывязан узор а именно дуванчик а может быть ни один очень не нравились и нравятся сшитые изделия либо связанные изделия когда вышивают на вязаных изделиях именно дуванчики очень люблю эти цветы на одежде как-то они привлекают взор у меня есть пряжа значит это пряжа смесовка здесь составе 5 процентов кашемир 3 так 25 процентов меринос 40 процентов вискоза и остальное по это по 20 процентов я перемотала в 4 нити вязала в 4 нити здесь 1450 метров в граммах сама по себе ниточка вот такая конечно можно использовать любую моточную можно связать из полухлопка подобное изделие как раз сейчас на весну судя по составу мне показала что как раз на теплую весну и на теплую осень мне это изделие очень хорошо подойдет в основу я взяла эту пряжу а вывязывала сначала я взяла для вывязывания узора пряжу от yarnart baby cotton но она толстовата для этой пряжи хотя бы она имела место быть и тогда я взяла бобинную тоже пряжу я вязала себе в прошлом году блузу черем белая черемуха она называется есть у меня мастер-класс на канале и там такой хлопок по моему с полиамидом имеет стретчевый эффект и пряжа фактурная она неоднородная такая как будто бы кудрявенькая и как нельзя кстати она сюда очень хорошо подошла все остальное это просто лицевая гладь изначально мне хотелось то ли джемпер блузу вот что-то между этим я сразу знала что у меня будут рукава здесь пошире на этом изделие мне хотелось чтобы это изделие имела не резинку то есть не стандартное вязание снизу вверх я понимала что даже если я как-то обозначу здесь резинку то она не будет здесь никакой функции вообще абсолютно выполнять потому что пряжа подобного состава она не держит форму а мне хотелось чтобы верхняя часть она была немножечко как бы с напуском и тогда мне родилась идея начать вязание именно детали а уже вот эту резинку поперечную я уже ее выполняла после свое вязание я начала именно связание деталей здесь все полотно вяжется отдельными деталями я высчитала посмотрела вообще у меня есть другие джемперы которые подобной длины я положила просто джемпер и по нему мерила высоту своего изделия то есть здесь как бы я вывязывала лицевую гладь давайте сначала по спинке лицевую гладь чуть-чуть я набирала чуть-чуть побольше для чего потому что мне хотелось такой немножечко сборенный эффект так скажем у детали данная пряжа так как в ее составе есть вискоза хотя я с вискозой работала очень много разной моточной в основном с разных смесовок разных фабрик вискозу я очень люблю и в составе с хлопком особенно вижу с удовольствием из нее изделия вот подобная вискоза матовая мне встречается второй раз в жизни первое это пряжа от сиам болеро там даже и не поймешь что в составе есть вискоза потому что вискоза чаще всего есть такой эффект блеска дает блеск здесь же абсолютно матовая вискоза и в этом полотне бобинной пряжи тоже в процессе вязания пряжа имеет кассе но даже несмотря на то что я вязала отдельными деталями ну а если бы я вязала по кругу туда же не знаю удалось ли мне после стирки выровнять изделие поэтому я сразу же хотя нет я изначально хотела вязать это изделие сверху не было немножечко другая диета потом я уже переиграла поэтому я сразу тут подумала что да нужно лучше вязать отдельными деталями все после стирки полотно выровнялась петельки разбухли очень стало приятно и вообще когда я вязала этой пряжей у меня было ощущение как будто я вижу хлопковой пряжей настолько очень похожа но вот после стирки полотно изменилось по передней части мне нужно было вырезать узор сейчас я вам схемку покажу вот эта схема кому нужно сделать и скриншот также я оставлю в телеграм-канале эту схему здесь у меня вот все циферки я написала для удобства чтобы не пересчитывать вязание вяжется узор в каждом лицевом и изнаночном ряду в обратно поворотных рядах возможно это и не особо удобно но тем не менее я выделила раппорт узор он составляет 50 петель я его выделила маркерами и на всей высоте пока я не вывязала этот узор я эти маркеры никуда не девала значит изнаночная сторона вот так выглядит кому интересно потому что иногда в комментариях задают такой вопрос а как выглядит изнанка очень бы хотелось посмотреть на изнанку но здесь я сразу же вам показываю как выглядит изнанка вязала я без протяжек поэтому я и сказала что я не знаю что это за техника то ли это интарсия то ли это жаккард но для меня как бы эти слова особой роли не играют мне хотелось вывезут узор я это сделала на чтобы подчеркнуть серединку моего одуванчика я купила мелкий бисер и вышла по центру мелким бисером можно было бы разбросать хаотично эти бисеринки по всему одуванчику но я не стал этого делать перегружать перегружать потому что одуванчик все-таки цветок такой легкий и сам по себе узор он смотрится очень красиво мне очень нравится он очень эффектно выглядит и поэтому я решила что я не буду ничего здесь добавлять чтобы не было перебора здесь вывязанная пройма здесь есть спуск плеча на три раза я делила плечо и также с таким же методом я вязала и рукав набирала по низу сразу учитывая что у меня верхняя часть будет на плече присбариваться то есть она чтобы у меня было здесь больше петель и рукав мне хотела чтобы он был не по руке а чтобы он был все-таки такой более свободной я этого эффекта добилась мне очень нравится что получилось результате значит набрала петли вывязала окат как я обычно это делаю единственное что у меня вот здесь сверху было больше петель раз когда я закрывала значит на саму головку рукава здесь было больше петель потому что я потом при избаривала эту часть вот эти манжеты которые идут снизу поперечная так скажем да резинка планка манжета поперечная что на деталях спинки переда это две отдельные детали я не стала вязать просто целиковую ленту если бы я так сделал у меня получилось что с одной стороны здесь было бы гладко и нет шва а здесь был бы шов снизу до верха как-то мне так не хотелось поэтому я вывязала две отдельные частички чтобы значит не за лицевая гладь чтобы она не закатывалась вниз по нижней части 3 петли это платочная вязка я сначала пробовала другую манжету я вязала две лицевые 2 изнаночные имитация такой скажем поперечной резинки но когда я приложила мне это показалось очень грубоватым потому что сама плотно очень тонкая нежная и я поняла что нет это смотреться не будет нужно что-то тоже гладкая поэтому я и сделала лицевую гладь а по низу так скажем для обрамления для того чтобы лицевая гладь не закручивалась вниз просто 3 петли платочной вязки сшила изделия но здесь полностью одна лента здесь шов только по значит не по одной части рукава по рукаву я делала прибавки сначала я вязала прямо потом я добавила несколько петель и уже перед окатом тоже добавляла три раза как я это делаю обычно у меня есть большое количество видео где я показываю схематично показываю как я вяжу рукав какой я использую метод для вывязывания кота рукава когда я значит пришивала манжета к рукаву я полотно то манжета лицо к лицу здесь столбиками без накида соединительными столбиками я соединяла я взяла дополнительную спицу прямую и присборила сразу же чуть ниже чтобы мне было удобно прикидливый до эту часть присборила у меня получилось и снизу манжеты тоже такой присборенный эффект но давно меня привлекал такой рукав то первое изделие у меня с подобным рукавом вязаны именно и я очень довольна своим результатом после стирки все разровнялась петельки они разбухли все таки здесь есть и меринос и кашемир полотно разровнялась она получила получается очень приятное комфортное к телу ну и конечно же этот красивый одуванчик по центру изделия очень красиво смотрится вдохновляйтесь творите создавайте будьте неповторимы но я с вами прощаюсь совсем ненадолго до новых встреч пока пока